Господу есть дело до каждого из нас. Хотим мы этого или нет, верим мы в это или не верим. Я хочу сказать о своем покаянии, которое началось со лжи. Один мой хороший друг пригласил меня на собрание. Я, конечно, опоздала, потому что, ну, мне было просто интересно. В дверях стоял прилично одетый мужчина, который предложил всем собравшимся в дверях же, прежде всего мне, собирать опоздавших по 20 копеек. Такая интересная шутка. Я ему предложила, что можно начать из себя, потому что он тоже в дверях стоял. Народу было много. Он показал мне место в зале и предложил сесть. Проходя мимо него, он вдруг задал мне вопрос, а покаялась ли я? Ну, я ответила, что да. Просто, чтобы пресечь дальнейшие вопросы, чтобы не было дополнительных каких-то моментов, которые бы заставили меня почувствовать неловко. Да, это оказался пастор Дружественной Церкви, который приехал к нам с проповедью. По окончании собрания я рассказала об этой ситуации своему другу, который пригласил меня на собрание о том, что я ухитрилась солгать и не просто в церкви, но еще и пастору. Мой друг сказал, что надо бы подойти и об этой ситуации рассказать. Если я не расскажу об этой ситуации, то придется ему это сделать за меня. Я подошла. Пастор звали Сергей Васильевич, слушал меня очень внимательно. И по окончании предложил мне покаяться, то есть исправить ситуацию. Вы знаете, у меня имелся уже обрядовый опыт православной церкви. Мне казалось, что такая серьезная вещь, покаяние, нужны свечи, тишина, определенная подготовка. Я запомнила слова этого пастора. Он сказал, что если собираться долго, то можно никогда этого не сделать. Я пришла в себя на слове Аминь. Вот если бы кто-то мне сказал, что после покаяния с человеком начинают происходить чудеса, жизнь меняется безвозвратно, ну я бы, наверное, не поверила. Нет. А ведь чудеса начали происходить. Но я хочу рассказать о главном чуде. Я начала воспринимать Библию и понимать, и читать не как книгу или летопись, а как Слово Божье. И этот процесс невозможен без покаяния. Как покаяние невозможно без веры, безапелляционной, бескомпромиссной. Аминь.